Дорожное движение И на транспортное средство нет? Нет Временно давно работаете? Месяца два И два месяца у вас нет документов? Нет Вам говорили, что вам нужны документы на эту технику? Говорили Вы знаете об этом? Да Вы работаете где? В хозяйстве или где? У кого-то? У кого-то У предпринимателя? Да У нас ничего нет, будем смотреть по базе Что сейчас будет происходить? Сейчас будет транспортное средство поставлено на эвакуатор и эвакуировано на штрафплощадку До каких пор это будет трактор там находиться? Будет находиться до тех пор, пока хозяин не принесет документы на данное транспортное средство И докажет то, что оно действительно у него в собственности находится Такая техника представляет собой опасность для участников дорожного движения Поскольку она не проходит ежегодный технический осмотр Ее техническое состояние может не отвечать и установленным требованиям безопасности и нормам Отметим, в рамках профилактической операции «Трактор» проверено более 4000 единиц самоходной техники Выявлено около 400 нарушений обязательных требований Более 90 нарушений правил государственной регистрации транспортных средств Участие в дорожном движении водитель самоходной машины должен иметь свидетельство о регистрации транспортного самоходной машины То есть техника должна быть зарегистрирована, должна пройти технический осмотр Водитель также должен иметь соответствующее удостоверение на право управления техникой соответствующей категории В случае, если техника эксплуатируется без регистрационных документов У водителя нет соответствующего права управления Такая техника подлежит задержанию Ее эксплуатация запрещается, и она подлежит эвакуации. За время операции остановлены и эвакуированы пять самоходных машин. И вот еще одна направляется на штрафстоянку. Закон обязателен для всех. 26 сентября в Заволжский отдел полиции доставлена женщина, подозреваемая в совершении мошенничества. По данным уголовного розыска, эта женщина якобы за снятие порчи забрала у потерпевших золотые украшения и деньги. Опять же, по данным сыщиков, женщина ранее не судима, но неоднократно меняла свои имя и фамилию. Оперативники обращаются ко всем, кто мог пострадать от противоправных действий задержанной, срочно позвонить в полицию по телефону 02.